Привет всем, меня зовут Олег, и добро пожаловать на канал Дописки Гастарбайтера. Сейчас в Гуанчжоу жуткая жуткая жара, и я направляюсь домой на обед. Но я хотел сегодня поговорить про такую вещь, про которую люди очень много спрашивают. Говорю ли я на китайском языке, как быстро я выучил китайский язык и так далее. Я скажу одно, китайский язык я не знаю слова совсем. То есть, я пытался выучить китайский язык, я знаю пару фраз, но в остальном китайский язык мне не дается совершенно никак. Это один из самых сложных языков в мире, а кроме того, есть одна очень-очень важная вещь. У меня нет времени, я очень много работаю, и совмещать это тяжело. Возможно, когда-нибудь я выучу китайский язык, точнее, начну его нормально учить, но для этого мне потребуется полгода свободного времени и денег на эти полгода. Кроме того, скорее всего, мне придется оставить ноутбук, телефон и прочую электронику и уехать в какую-то небольшую деревушку или в небольшой городок, где нет ни иностранцев, ни русских, ни американцев, ни людей, говорящих по-английски. В общем, куда-нибудь в глухомане. Да, еще, кроме всего прочего, в моих попытках изучить язык я нашел несколько вещей, которые меня крайне-крайне напрягают. Во-первых, первая вещь это то, что китайский язык, он тоновый. То есть я как человек совершенно без музыкального слуха, я не отличаю разницу между а, 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 а. Для меня это все один звук а. И как бы для меня нет разницы. Но если вы человек с музыкальным слухом, человек, который любит музыку, который понимает, который может петь и играть, я не умею ни петь, ни играть. Вы можете сейчас в этом убедиться. Ну, если вы человек, который умеет петь, умеет играть на музыкальных инструментах, у которых хороший музыкальный слух, скорее всего, разговорная часть китайского языка вам дастся очень и очень легко. И это, кстати, подводит ко второй причине, в которой я пока еще не готов учить китайский язык, потому что из-за моей азиатской внешности почти все китайцы будут ожидать от меня, ну, как минимум, более-менее приемлемого уровня владения языка. При том то, что так как китайский язык основан на тонах, я очень и очень легко могу оскорбить человека. Например, я могу произнести имя президента Китая. А для китайцев это будет звучать как что-то нехорошее, сделанное с их бабушкой, скажем так. А в Китае культ уважения старших. Ну, на самом деле, это все отговорки. Но действительно, вот, слово Синь Цзиньпинь, хотя по-китайски это будет имя президента, а по факту для большинства китайцев это будет звучать как оскорбление их бабушки. Еще одна интересная вещь по поводу китайцев. Если иностранец говорит, пусть даже на супер-супер совершенном китайском, китайцы его могут просто тупо не понять, просто у них включается какой-то блок. У меня есть знакомый человек европейской внешности, у него китайский в совершенстве. Он говорит людьми по телефону, все его понимают. Он встречается с этими же людьми при личной встрече, они его не понимают. Естественно, это касается в основном людей, которые работают доставки, ну, в таких простеньких работах, где у людей, скажем так, не очень большой кругозор. Люди, скажем так, из бизнеса, люди из правительства его прекрасно понимают. Но это говорит о некоторой ограниченности определенной группы людей. Но опять же, это не говорит об ограниченности людей здесь, потому что такие же проблемы возникают и в России у иностранцев, которые выглядят как русские. Потому что у меня вот недавно друзья ездили в Россию, и как бы у них внешность, ну, такая чисто сибирская. И люди не понимали, почему они не говорят по-русски. То есть русский мужик стоит перед тобой и не говорит по-русски. Это вообще характерная черта для тех стран, где не так много иностранцев. При том, что в Китае их много, но вы должны понять, что почти все иностранцы, которые живут в Китае, мы живем в таком своем пузыре. То есть иностранцы общаются в основном с иностранцами, общаются с продвинутыми китайцами, местными и так далее. И это все не является чисто китайской проблемой. Такая проблема есть во многих странах. Просто очень многие иностранцы, которые живут здесь, в Китае, они как бы, как сказать, в основном были в тех странах, где очень много туристов, очень много экспантов. И поэтому это для них многие вещи как бы кажутся из ряда вон. Если честно, вот первое время я, находясь в Китае, я здесь постоянно психовал. Вот первые два года я реально психовал все время. Сейчас же потихонечку стало многие такие вещи понимать, что здесь очень-очень много людей, очень много, скажем так, людей, которые не особенно образованы, особенно в Гуанчжоу, Шэнчжэне, потому что в Шэнчжэнь, Гуанчжоу люди приезжают работать. Они приезжают со всего Китая. То есть человек жил в деревне и приехал именно в Гуанчжоу, в Шэнчжэнь, чтобы поработать, заработать деньги. Потом он здесь проводит какое-то время, уезжает к себе в большинстве случаев. Хотя, конечно, бывают случаи, что задерживаются, например, закончили университет здесь, но опять-таки, те китайцы, которые закончили университет, у них уже кругозор намного шире. И вообще, вот даже за эти пять лет, которые я здесь, кругозор, у людей уровень профессионализма вырос в разы. Можете даже зайти на Хаббард, там есть статья, связанная с китайским дизайном, именно веб-сайтов. И вот посмотрите, какой дизайн у них был всего пару лет назад и какой сейчас, это две огромные разницы. И вот эта вещь немножко пугает, потому что китайцы развиваются очень быстро. Они схватывают все вообще на лету. И мне кажется, лет, наверное, 5-10 мы, иностранцы, здесь уже будем не нужны. Так что, возможно, будет повод учить китайский, но пока я не готов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА